напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так что это за округлый прибор советских времен это абонентский громкоговоритель сфера 301 который с 1979 года выпускал московский завод электромеханизмов такой сферический абонентский громкоговоритель с олимпийской символикой рассчитан на прием программ передаваемых по местным проводным радиотрансляционным сетям масса прибора 1 килограмм что это за советское техническое устройство в виде нло так эффектно выглядел переключатель для гирлянд выпущенный уже практически перед самым распадом ссср корпус был сделан в виде летающей тарелки на дне которой имелось четыре гнезда для подключения гирлянд а в верхней крышке корпуса имелась точечная подсветка через отверстие крыши нло выбивались яркие лучики света для чего предназначалась эта вильнюска и приставка фленджер электроника по 11 приставка фленджер электроника по 11 выпускалась 1989 года вильнюсским заводом вента приставка предназначена для работы с электронными музыкальными инструментами для создания временной задержки сигнала и создания новых эффектов звука к чему крепилась это советское приспособление это угловой видоискатель фэд для фотоаппаратов который выпускался с 1938 года харьковский труд коммуны нквд ссср имени дзержинского предназначен для наводки на резкости съемки объектов находящихся под прямым углом от снимающего этот видоискатель дает возможность фотографировать незаметно для самих снимаемых или для окружающих что это за технический прибор под названием мастер-1 это дозиметр бытовой мастер-1 который выпускался в 1991 году в городе владивосток дозиметр был предназначен для использования населением с целью контроля радиационной обстановки на местности в рабочих и жилых помещениях прибор измеряет мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в диапазоне от 0 до 10 микрозиверт в час что это за советское электрическое устройство наверняка многие из вас помнят ту самую вафельницу из детства простой узнаваемый дизайн выпекала быстро тесто поджаривалась равномерно и не приставала к поверхностям вафли получались тонкими хрустящими современные хозяйки которые застали время советских вафельниц в один голос твердят их нынешние аналоги и в подметке им не годятся что это за советское чудо изобретения это удлинитель для стационарного телефона который был очень удобен для перемещения телефонного аппарата по квартире из одной комнаты в другую длина шнура удлинителя была 5 метров что это за электроприбор из советской эпохи это электропаяльник форсированного нагрева который с 1977 года выпускался омским заводом электротач прибор номинальное рабочее напряжение 220 вольт с частотой 50 герц электропаяльник имеет карболитовый корпус в форме пистолета и состоит из нагревательного элемента включателя выключателя лампочки подсветки электрического шнура в рабочее состояние приводится нажатием курка для чего было предназначено такое устройство из ссср это набор паяльный эра который выпускался с 1979 года горьковским предприятием эра набор предназначен для выполнения паяльных работ при электромонтаже и ремонтных работах в наборе паяльник канифоль припой упаковочная коробка подставка паспорт что это за военный предмет советской эпохи это подрывная машинка pm2 которая применялась саперными группами во время великой отечественной войны подрывная машинка обладала довольно удачной конструкцией при весе в два с половиной килограмма давала напряжение до 140 вольт и силой в полтора ампера что позволяло одновременно подключать к ней 30 электродетонаторов соединенных последовательно или до трех соединенных параллельно для кого предназначалась данное техническое устройство вектор это устройство вектор антирадар для водителей выпущенный опытной партии в 1990 году серпуховским заводом ротеп прибор представляет собой детекторный приемник с и в че диапазона а проще автомобильный антирадар подающий сигнал за 750 800 метров от милицейского радара вектор антирадар прошел испытания с милицейским радаром барьер где использовали эту акустическую систему века это автомобильная акустическая система века которая выпускалась с 1987 года бердским производственным объединением вера данная акустическая система предназначена для высококачественного воспроизведения стереофонических фонограмм в салоне автомобиля предельная долговременная подводимая мощность 8 ватт входное сопротивление 4 ома диапазон рабочих частот 125 16 тысяч герц масса 1 килограмм что это за советское электронное устройство эврика это электронное видеоигра эврика которая выпускалась с 1989 года харьковским заводом электробит прибор предназначена для имитации на экране черно-белого или цветного телевизора пяти спортивных игр футбол теннис волейбол сквош хоккей в любую игру может играть один или два человека телевизионный сигнал сформирован для просмотра на четвертом или пятом канале телевизора какое предназначение этого советского устройства в конце 80-х в ссср начали производиться тостеры они имели плавную регулировку нагрева а зеркальная поверхность делала их стильным элементом кухонного интерьера но был и существенный недостаток отсутствие подона для крошек что это за техническое устройство из советского периода это просмотровой ручной детский фильмоскоп пользоваться которым мог только один человек представлял собой корпус в котором имелась крышка окуляр с линзой ручка для передвижения кадров диафильма и экран диафильм помещали в специальную выемку подводили первый кадр под лапки фильмопротяжного механизма а затем подносили прибор окуляром в глазу направляя экран на внешний источник света что это за техническое устройство советских времен это лампа solux которая обеспечивала терапевтический эффект за счет облучения видимыми и инфракрасными лучами в отличие от синей лампы которая была на прямой негнущейся ручки у настольного solux на стойке имелись шарниры с помощью которых лампе можно было придавать любое удобное положение но самое главное преимущество заключалась в мощности лампы в центре рефлектора сияла маленькое солнышко мощностью в 500 ватт какое предназначение этого советского технического устройства это цветовое музыкальное устройство веселка которая с 1986 года выпускал боярский машиностроительный завод искра данное устройство предназначено для сборки цветового музыкального устройства с целью сопровождения музыкальных фонограмм световыми эффектами на входе устройство звуковой сигнал делится на три частотных канала и управляет цветными лампами выносного экрана что это за прибор с ручкой под названием аквилон это цветной видеопроектор аквилон разработанный в мфте и выпускался ограниченной серии с 1991 года собран видеопроектор на трех кинескопах высокой яркости производства тесла и схемотехники отечественных телевизоров в комплекте с аппаратом поставлялись специальные экраны разных размеров видеопроектор был достаточно трудоемок в настройке нужно было сводить по многим параметрам изображения от трех кинескопов вес проектора 18 килограммов что это за необычное бытовое устройство в условиях малогабаритных квартир громоздкая бытовая техника будет только в тягость поэтому жители советских однушек нередко приобретали небольшие устройства одним из самых популярных являлась и стиральная машинка фея маленькая но эффективная она до сих пор пользуется спросом у некоторых хозяек а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа для чего использовали это советское электротехническое устройство в данном коротком ролике а а а Субтитры создавал DimaTorzok Напишите в комментариях ваш вариант ответа, для чего это электротехническое устройство Надеемся, что вам понравилось Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест